Всем привет! Давненько мы не говорили о любимчиках мира и не вспоминали их темные моменты. И вот время наконец-то пришло. С каждым разом я стараюсь поднимать градус и интерес персонажей и думаю, те, кто сегодня попал в мой список, выглядят весьма спорно. Многие даже скажут, что нельзя их трогать. Ну а я потрогаю. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки, ведь это помогает в его продвижении. Заходите в инстаграм и телеграм-каналах. Ну а с вами, как всегда, Антоп, и мы начинаем. Голубой котенок Гамбл поселился в сердцах миллионов. Сколько приключений он пережил со своим братом Дарвином? Но скажите, помогал ли он реально своими поступками? Протрушение города, причинение массы травм и так далее. А если еще вспомнить Роба, которому они вместе с Дарвином испортили жизнь, так его вообще можно записать в ряды нового всадника апокалипсиса. Вы просто представьте себе, живете в роли обычного человека, потом вас резко выкидывают в никуда, а по возвращению вам говорят, что вы должны быть злодеем. Гамбл вообще не думал о последствиях, и именно это решение, повесить ярлык на Роба, не дало тому спасти мир в последних сериях, ведь из-за Гамбла ему больше никто не доверял. Ты самый невыносимый, самый надоедливый, самый эгоистичный тип, кого я знаю! Те, кто проходили первую часть, прекрасно понимают, почему данный персонаж попал в этот список. Мало того, что на протяжении всей игры Джоэл перебил огромное количество народа, он также сделал потенциальное изобретение вакцины от эпидемии невозможным. Оказывается, таких как ты много, людей с иммунитетом, и от них никакого толку. В определенный момент Элли попадает в лабораторию, где работают ученые, занимающиеся разработкой вакцины от мутации, которая спровоцировала грипп. Ради спасения жизни девочки, Джоэл перебивает почти всех ученых, что делает дальнейшее исследование невозможным. Да, можно сказать, что он поступил правильно, ведь спас Элли, которая стала ему как дочь. Напоминаю, что ради нее Джоэл пожертвовал остальным человечеством. Ради справедливости отмечу, что это довольно спорный вопрос, и мне кажется, что он был прав. А как считаете вы, чтобы выбрали вы самый родной человек или весь мир? Скажи мне... Этот проект с вакциной убил бы тебя. Я остановил их. Наруто Узумаки. Шиноби деревни скрытого листа. Главный персонаж вселенной. По воле судьбы он стал изгоем для большей части людей в Канохе на протяжении всего своего детства. Доча, лучше не играй с ним. От него одни беды и только. После присоединения к команде Какаши, Наруто упорно трудился, чтобы получить признание всех в деревне и исполнить свою заветную мечту – стать Хокаги. В последующие годы он упорно трудился и стал способным ниндзя, которого считали героем. Вскоре он оказался одним из ключевых факторов победы в Четвертой мировой войне Шиноби, что в конце концов привело его к достижению его заветной цели – стать седьмым Хокаги. И вы все его знаете. Это Узумаки Наруто. Звучит все радужно и красиво, но всегда есть но. И многими обожаемый Наруто не исключение. Он без надобности прощал персонажей, которые этого не заслуживали. За примерами далеко ходить не нужно. Обито Учиха, который уничтожил весь мир, было потеряно бесчисленное количество жизней. Мир был брошен в войну, и жизни нескольких невинных людей были навсегда изменены, включая Наруто. Но после всего того, что он сделал, Наруто решил просто простить его. Да, я оправдывал этого злодея, но если Наруто так сильно считал их неправыми, то чем он лучше того же Бэтмена, который без конца сажает в тюрьму Джокера, и тот сбегает и убивает сотни людей. Ты позволил Рин умереть. Саски и Наруто лучшая любовная парочка. Вот тут идеально видно, как же Наруто не хочет слушать никого, кроме собственных чувств. Почему Саски ушел? Он заметил разницу между ним и Наруто. У того есть крутой учитель, и Саски вспомнил предложение, которое ему поступило. А после поражения от Итачи, Саски понял, что дела плохи, и если он останется, то не сможет победить брата. Единственное, что его останавливало, так это его друзья. Они успели стать для него близкими людьми, но он не хотел, чтобы его ненависть погасла. Наруто не понимает чувств друга и не может поверить, что он уходит по своей воле. Наруто не хочет слушать Саски и не считается с ним, пытаясь решить дела за него. Говоря, что плохо уходить, а оставаться хорошо. Но Наруто это ведь делает не ради Саски, а ради себя. Ведь он остается один. Ски, вернись в коноху. Не-не-не-не-не. Да ты боё... Не кажется ли вам такое отношение эгоистичным и надменным? Почему он решает, что каждый должен делать и как кому лучше? У многих Артём ассоциируется с образом доброго парня, который изо всех сил старается помочь рейнджерам и жителям метро и всячески улучшить их условия жизни. Однако, если проанализировать все действия этого героя, становится понятно, что он не такой уж и хороший. Начнём с того, что каноничной концовкой первой части считается та, в которой Артём уничтожил чёрных. Да, на тот момент герой считал, что поступил правильно. Но во второй части мы узнаём, что на самом деле эти разумные существа никому не желали зла. Согласитесь, одно только уничтожение доброй половины расы чёрных ставит Артёма в один ряд с классическими злодеями из игр. Когда ты не видишь чёрных вокруг, они всё равно рядом. Ты о них думаешь? Ты их боишься? Страх их оружие. Но дальше ещё круче. Метро Экзодус, персонаж вместе с остальными рейнджерами, отправляется в путешествие по России, чтобы найти новый дом. И когда ты играешь за эту сторону, то кажется, что главный герой всё делает правильно. Однако, если посмотреть и на это со стороны местного населения. Да, среди жителей других уголков разрушенной России немало бандитов и не очень хороших ребят. Но по факту Артём вместе с рейнджерами без спроса приезжает на их территорию и начинает уничтожать местных обитателей, лишь бы застолбить себе место. Я не пытаюсь захейтить ваших любимых героев и не хочу сказать, что они ужасные создания. Я лишь показываю вам, что у всех есть свои недостатки. И герои – это те же злодеи, просто показанные нам с другой стороны. На сегодня это, наверное, всё. Обязательно пишите своё мнение, как вы относитесь к этим персонажам. Если хотите, чтобы я кого-то разобрал, напишите мне об этом в комментариях. Ну а также, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь это помогает в его продвижении. Ну а с вами, как всегда, был Антоп, а вот и ваши комментарии.